В Славянском филиале Кубанского государственного университета прошел день самоуправления. Студенты читали лекции, а преподаватели вновь вернулись в молодость и сели за студенческие парты. Что получилось из такого необычного эксперимента, смотрите в следующем материале. На один день Славянский филиал Кубанского государственного университета перешел в полное управление студентами. Они во всем заменили не только своих преподавателей, но и руководство вуза. В рамках дня самоуправления студенты участвовали в заседаниях кафедры, обсуждали насущные проблемы на советах факультетов, вели научные изыскания, проводили лекции. В роли слушателей выступали преподаватели, которые на время вернулись в свою студенческую жизнь. Почувствовали вот эту молодость, вот эту энергию, которая была в студенческие годы. Девочки подготовили очень интересный материал по психологии, изучение внутреннего мира, изучение внешнего мира. И даже то, о чем мы иногда не задумываемся, здесь мы узнали с новых позиций. Ну, я для себя открыла. Поэтому, в общем, я скажу, что день сегодня удался. Почувствовать себя в роли педагогов смотри 77 студентов. Они не только читали лекции, но и участвовали в защите собственных проектов. Темы для научных изысканий были выбраны, что ни на есть самые актуальные. Пропуски студентов, сессия без долгов, как повысить увлечение студентов спортом и творчеством, роль студенчества в экономии теплоэнергоресурсов, чистота и порядок своими руками. Как вы относитесь к данной теме? Как вы считаете, правильно ли это? Правильно ли это, что студенты должны убирать аудитории? Правильно ли это, что они должны принимать активное участие в, скажем так, улучшении своей собственной жизни? То есть улучшение места, где они обучаются, улучшение места, где они живут? Потому что дома, я знаю, что многие живут в общежитии, студенты, потому что они должны и там тоже убираться. Так что все-таки приятнее находиться в аудиториях и в учебном процессе в чистых аудиториях. Это будет намного лучше. Я думаю, все с этим согласны. Руководящие должности в УЗИ в этот день также возглавили студенты-дублеры. Самая ответственная и сложная роль директора филиала досталась студентке третьего курса факультета филологии, истории и общества знания Марии Матющенко. Для того, чтобы на один день возглавить учебное заведение, девушке пришлось пройти серьезный отбор и личное собеседование у директора. Груз ответственности, который лег на плечи студентки, оказался не таким легким, как могло показаться на первый взгляд. Ощущения просто незабываемые. Просто сегодня я прям вот почувствовала, каково это быть руководителем, потому что постоянно что-то спрашивают, кому-то что-то нужно туда принести, чем что-то объяснить, рассказать, показать. И просто не успеваешь все это делать, бегаешь по корпусам, кому-то звонишь. Это очень сложно. Я это прям вот сегодня прочувствовала все на себе. Главную цель, которую преследовали организаторы Дня самоуправления, дать возможность студентам проявить себя, свои навыки управленческой деятельности, а также наладить более тесное сотрудничество и понимание между студентами и преподавателями. Кроме этого, многие инициативы и предложения, которые поступили в ходе Дня самоуправления, будут внедрены в учебную деятельность. Итоги необычного эксперимента подвели вечером в зале городского дома культуры, где прошел студенческий праздник за честь вуза 2018. Сегодняшний день показал, что расширился спектр сотрудничества студентов и преподавателей. Ребята ярче проявили свои лидерские качества. Многие важные темы мы обсуждали с ними наравне. Не только нас, педагогам, волнует проблема пропуска занятий студентами. Проблема двоек, она также волнует, конечно же, и ребят. Темой дня стали научные исследования, летняя практика, трудоустройство, дальнейшая профессиональная деятельность, профессия учителя, самореализация студентов, издательская деятельность и многие еще другие темы. Сегодня рекордная посещаемость студентами занятий 98,6%. На этот учебный день ни один студент не получил двойку. У нас 311, пятерок и четверок. Среди почетных гостей на студенческом празднике был и глава района. Роман Сенеговский поздравил молодых людей с успешным завершением Дня самоуправления и пожелал им творческих и научных свершений в дальнейшем. Я поздравляю вас с этим праздником и считаю, что главное это знания, которые вы сегодня имеете, умение принять решения, ответственность за это решение. Место самоуправления это где-то и коллективный разум, и смекалка. Вы все молодцы, вы активные, креативные, молодые и вы наше будущее. Я все еще вас поздравляю, желаю вам всего-всего самого доброго, дерзать вперед, вперед, вперед. В рамках праздника студенты, добившиеся успеха в учебе, спорте и творчестве, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Главный приз, статуэтка и звание лучшего студента 2018 года были присуждены Евгению Коломацкому. Также были вручены заслуженные награды и преподавателям. В номинации «Педагог-наставник» лучшей была признана учитель истории лицея номер один Елена Сорокина, под руководством которой педагогическую практику проходят будущие выпускники. Я благодарю вас за то, что вы оказали мне такую честь и оценили мой труд. Я хочу вам сказать, что за последние годы ребята приходят все более и более подготовленные. У вас очень хорошие преподаватели и надеюсь, что вы придете в школу и займете наше место. И будете так же прекрасно, как мои студенты, тоже мои студенты, проводили уроки в практике. Спасибо большое. Также были вручены заслуженные награды преподавателям, победившим в номинациях «Педагог-легенда» и «Педагог-мастер». Завершился праздник за честь вуза молодежной дискотекой, которая открыла сезон студенческих дискотек в этом году. Они теперь будут проходить регулярно. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».